здравствуйте дорогие друзья сейчас в преддверии рассадного сезона все больше и больше вопросов по поводу горшков кашпо стаканчиков контейнеров кассет и другой тары для выращивания рассады все спрашивают где ее взять где купить подешевле потому что приходишь в какой-нибудь леруа марлен и там все очень дорого да вот в этом видео речь пойдет об этом я расскажу где я добываю эти драгоценные вещи для тепличного бизнеса и некоторые мне достаются дешево некоторые даже бесплатно все это дело подорожало за последний год в принципе как и многие товары для сельского хозяйства то и вообще друзья я заметил вот с каждым сезоном по чуть-чуть по чуть-чуть она дорожает поэтому самое первое что мне хотелось бы сказать это закупать если мы берем объемами тем более оптом это все нужно как только появляются свободные средства сезон у нас начался сейчас весной пойдут первые продажи продадим и определенный объем допустим цветов к 8 марта и на части денежек мы берем и закупаем тару примерно я знаю сколько мне нужно будет уже на следующий сезон даже не на этот вот потому как ну не бывает такого чтобы этот товар подешевел поэтому покупаем заранее и таким образом делаем это все дешевле и более того я вот наблюдаю за последнее время за последний там год-два до этот товар можно было бы купить допустим взять в кредит и выплатить какой-то там процент и это было бы даже бы выгодней чем покупать товар вот сейчас перед сезоном вот этот пластиковый весь который ну буквально практически в два раза подорожал но это просто мысли вслух друзья все мы умные если смотреть задним числом да как было бы лучше ни в коем случае не берите кредит кредит это самое последнее и только вот на работающий бизнес когда уже все стоит на потоке когда мы точно уверены а лучше всего конечно когда деньги приходят и мы на свои же деньги и закупаем это все дело так теперь переходим к обзору как вы видите тут много разных горшков стаканчиков разноцветных давайте по порядку расскажу это все скажем так мой склад где я храню всю тару всякие там допустим вот и агро перлит теплица в которой ничего зимой не растет здесь просто морозы и все но хранить вот так вот все на открытом солнце не рекомендуется тем более пластик так как он со временем теряет свои качества зимой он у нас здесь чтобы не занимал место в зимней теплице летом я его весь прячу куда-то ну в темное в темное место самый такой товар который мы берем объемами постоянно этого такие вот стаканчики 350 миллилитров правильно называется контейнер для рассады вот стоит он на данный момент 2 рубля стоил он и по рублю некоторое время назад ну все очень подорожало это я покупаю по этой цене я сейчас еще более подробно расскажу где я покупаю вот раньше я брал вот такие стаканчики 450 миллилитров вот такие то же самое только они повыше цена у них одна и та же кстати но все таки мы берем вот эти маленькие так как мы экономим грунт во первых какую-то часть грунта до 450 миллилитров и 350 по 100 миллилитров на одном горшке мы экономим грунта это во первых во вторых вот такие маленькие они более устойчивые чем вот эти вот высокие при поливе напором они могут падать ну и в принципе друзья вот в этих все практически вот рассада однолетних цветов многих других черенков чувствует себя комфортно до определенного момента до момента продажи это в общем такие самые ходовые самые большие объемы мы берем именно этих стаканчиков дальше у нас вот здесь вот они эти стаканчики вот ну эта цена оптовая это от двух тысяч от полторы или двух тысяч сейчас точно не трехомню но я беру больше намного поэтому в розницу естественно это все дороже дело стоит и вы не найдете по таким ценам вот они те же самые стаканчики только уже белые ну когда как привозят то серые то белые в принципе мне это не принципиально но тут вот нужно прожигать дренажные отверстия раньше раньше я делал но здесь два раньше я делал в общем три дренажных отверстия но я так понял достаточно два или даже одного хорошего тоже экономия времени потому что на это дело время уходит а время это деньги и соответственно пока мы разжигаем костер просидим прожигаем стаканчики уходит несколько часов работы просто вот таким образом еще увеличивается стоимость этих горшков еще один важный момент друзья когда мы берем горшки для выращивания рассады предпочтительнее выбирать светлые цвета которые будут отражать солнце белый как бы цвет как мы все знаем но вот этот серебристый в принципе отражает а черный цвет он притягивает солнце корневая система более сильно там нагревается поэтому это очень хорошо когда вот такие вот белые контейнеры второй товар по популярности которые мы берем больших количествах это вот такие вот кашпо кашпо джетто называется я их покупал еще давно почти год назад вот на этот сезон покупал в районе 40 рублей цена была сейчас она уже в районе 60 вот и что тут можно об этом сказать это вообще самые дешевые кашпо которые но лично я находил практичные нормальные кашпо вот вырастить продать и все нормального красивого вида лучше всего брать вот такой цвет и белый цвет разноцветные но как бы это уже на любителя не лучше всего берут именно в таких в том году я выращивал вот в таких как видите они разной формы по разному приходят но это не принципиально важно но вот объем раньше был 3 и 7 литра вот эти вот мне пришли уже 35 литра ну я так понял компания просто экономит на пластике ну вот такой объем три с половиной литра в принципе хороший для того чтобы вырастить вот такой вот кашпо петунью и другие там ампельные растения и продать можно выбирать кашпо еще больше допустим там до 6 литров в них конечно растение еще красивее еще больше нарастает и его соответственно можно дороже продать но это уже для другого контингента клиента так сказать у которого есть деньги у нас в сельской местности как бы большим спросом пользуются вот такие вот кашпо которые стандартно идут вот с таким усиком она продается вешается соответственно и что еще можно сказать про эти кашпо обратите внимание у них дренажное отверстие одно всего-то на такой объем это как бы в принципе маловато и нужно поливать аккуратно стараться не перелить во вторых отверстие находится на высоте сантиметра 2 вот эта часть вот отсюда будет заставиваться влага если мы перельем то и деваться будет некуда и растению придется испарять всю эту влагу поэтому есть риск перелива нужно поливать аккуратно с другой стороны если бы было много дренажных отверстий вода быстро бы утекала и растение не могло летом нормально бы напиться именно этот товар и не только этот товар и торф и удобрения и семена и многое другое практически все в общем я беру в компании всем ком лиски называется можете ввести в поисковике и посмотреть почему беру именно там это наша местная компания цены дешевые действительно вот если сравнивать с многими другими мне привозят их прям домой доставка бесплатная так как я беру большие объемы различного товара и еще у меня скидка поста и как постоянному клиенту на такого вида товары за что большое спасибо этой компании от меня лично вот но друзья в принципе можно найти еще дешевле если заморочиться то это собственно заводы производители такой тары искать их находить выходить на них и заказывать но там другие сложности там нужно будет либо собирать самому эту тару самовылазом а это время это дорога бензин и так далее да либо какими-то транспортными компаниями опять же пересыл ним необходимо будет оплачивать а вот лично от меня транспортные компании все ну а в большой такой отдаленности находятся и мне просто ехать за ними и покупать такой товар ну полдня моей работы а мое рабочее время как бы тоже стоит недешево если нормально так сесть и посчитать поэтому там вот это вот небольшая наценка которую делают компании тем более привозят мне домой мне от этого только вот самый выгодный вариант покупать таким вот образом о котором я вам рассказал но друзья я нахожу тару которая может стоить еще дешевле в два раза дешевле а некоторые даже достается мне бесплатно теперь об этом немножко поподробнее как вы могли заметить друзья у меня вообще здесь уйма разных горшков разной формы разного объема разного вида цвета вот они разноцветные здесь здесь вот такие вот кассетки небольшие уже как корзиночки да потом вот такие вот квадратные вообще классные горшки я сейчас тоже расскажу где их брал потом вот такие вот контейнеры но это нужно прожигать вот вот тут вот есть вот с разными надписями красивыми тепличных комбинатах вот фуксия какая-то была когда-то росла в этом горшке потом вот такие вот коробочки но но это типа от любых продуктов от полуфабрикатов от конфет и так далее очень тоже удобные для выращивания рассады и самый дешевый вариант чем покупать но специальные такие ящики и это все добро друзья мне достается с различных мест сейчас начинаю перечислять какие значит ну бесплатные способы это во-первых родственники большое вам всем спасибо кто мне помогает с этим делом знакомые друзья соседи односельчане вообще в принципе окружение все знают чем я занимаюсь и когда у кого-то что-то лишнее такое есть или остается они мне просто-напросто приносят и многие бесплатно отдают кто-то себе взял на участок хвойников допустим высадить вот они такие горшки да они бушные но ничего страшного в принципе это тоже товар не дешевый такой будет стоить я не знаю примерно рублей 20 25 сейчас спокойно это в опте будет стоить вот мне это достается бесплатно дальше с некоторыми цветочными магазинами я дружу и вот такого вида товары тоже постоянно пополняются постоянно какие-то цветы ну либо высохнут либо перерастают нужно пересадить а горшки остаются это все дело складируются и многие не знают что с ними делать либо можно купить задешево так сказать либо даже если хороший человек то отдает бесплатно вот такие вот длинные есть это допустим спад кустарниковых растений в общем все это это очень ценно и пригодится мне в тепличном бизнесе еще учитывая то что эти вещи сейчас столько дорожают и дорожают и хорошая такая часть бюджета может уходить на эти все горшки вот я даже друзья не брезгую разными надломанными которые допустим старые где-то в перевозке поломались вот вот здесь у нас здесь росло калина великоплодная видите но что только нету сломалась ничего страшного мы сюда можем высадить черенок хризантема он разрастется и потом уже с этим горшком продадим цветущий шар очень удобно и здорово и у многих наверное возникнет справедливый вопрос яков эти горшки буш на также заболевания и вредители ты не боишься я на это вот что могу ответить друзья во первых они у меня тут лежат морозные зимы протяжные минус 20 а то и ниже температуры ну значительная часть вредителей точно и многих заболеваний просто-напросто погибает это во первых во вторых если бы они тут были в третьих все растения абсолютно они так или иначе есть целиком здоровых не бывает так как их не выращивают лабораторных условиях да и наши том числе если есть какое-то заболевание даже вот в моей теплице в которой я нахожусь то она каким-то образом все равно попадет на горшки значит первое это мороз обеззараживаем они тут лежат долго вот и вредители не развиваются здесь во вторых если допустим вам достались какие-то горшки и вы боитесь то это кипяточком обдать эту тару и кипяток убивает огромное количество различных микроорганизмов таким образом можно обеззаразить ну и конечно же обязательно профилактические обработки средствами защиты растений на постоянной основе неважно мы выращиваем либо в горшках новых либо в бушных ну предпочтительнее конечно новые но опять же они дорогие в новых мы допустим выращиваем черенки которые ну ценные сорта какие-то новые черенки укореняем и стараемся в новые какие-то новые растения мы стараемся брать хорошие новые горшки даже просто для товарного вида новенькие кашпо чистенькие они смотрятся лучше и продается соответственно лучше если горшки какие-то старые вот допустим если брать такие то мы можем высадить хризантему сюда закопать его в землю он все равно будет грязный и потом вместе с этими горшками продавать вот или питунью то же самое допустим самые дешевые однолетки которые мы продаем там ее вообще не важно в чем выращивать в стаканчиках либо стаканчиках с под сметаны и йогуртов да вот вам еще одна идея вы и так все знаете без меня где брать дешевую тару для рассада это вот вот такие вот стаканчики либо пакеты в пакетах которая выращивается рассада люди не смотрят на тару люди смотрят на красивую рассаду они все равно берут горшок вытаскивают его до бы уж на он или новый какая разница и после этого еще многие вот мои клиенты приносят мне обратно пару за что им большое спасибо кто-то купил допустим питунь из 20 50 стаканчиков принес обратно и вот есть и подписанные старые их обязательно могу использовать вот в этом году уже на новую свою рассаду ну и покупать я частенько и объявления в интернете вижу допустим и на авито найти можно или самому дать объявление что куплю тару для горшков для цветов для рассады может быть у кого-то старая некоторых горшки у многих лежат годами они не знают что делать мне несколько раз привозили прям домой предлагали просто люди знают что мы занимаемся теплицами предложили вот например вот такие вот стаканчики хороший целый мешок более того они были помытые то есть хороший товарный вид я взял их за полцены просто как дешевые вот и в принципе вполне доволен в общем друзья давайте подведем резюме этого видео где найти максимально дешевую тару как удешевить этот весь момент который съедает большую часть бюджета в тепличном бизнесе вообще даже у вас в огороде если это не бизнес вот значит первое покупать заблаговременно заранее появились денежки мы знаем что на на следующий сезон нужны будут мы купили определенное количество сразу и спрятали вот второе это покупать там где я уже перечислил например в какой компании я покупаю можно поискать и в других компаниях третье это завод производитель если у вас есть время найдите таких либо частников частные лица которые возможно занимаются изготовлением такого в интернете можно найти все максимально дешевое далее что касается бушных тут но опять же друзья совет если особенно если вам горшки достались какого-то сомнительного места то кипяточком их обработать и все заболевания вредители погибнут и можно смело выращивать растения вот это значит узнать у всех своих близких возможно кто-то поделится кому-то они не нужны валяются просто как хлам потом объявление в интернете самому поискать самому возможно подать и пусть висит куплю такую-то тару кто-то может быть предложит вот как мне просто-напросто на ровном месте могут предлагать такие горшки вот такое вот видео друзья рассказал вам все способы где я беру тару надеюсь она вам было интересным и полезным всем пока подписывайтесь на канал здесь будет много видео на тему растениеводства